Добрый вечер. Сегодня, наверное, начнем с того, что сразу мышление о европейскости. Последнее время о европейскости белоруссии, о самой Беларуси, не только, говорят достаточно часто по-разному ставят этот вопрос и по-разному на него отвечают. Можно, конечно, в попытке ответить на этот вопрос, кстати, какие-то факты, подтверждающие или опровергающие европейскость белоруссии. Можно просто заявить, в достаточной мере, перформативно о том, что Беларусь является частью европейского голосовского диспанса. По крайней мере, в той степени, в которой двухсотлетие европейского философа может быть поводом для отдельной публичной лекции. Мне кажется, что как-то может быть так, можно было бы интерпретировать предложенное сегодняшним лектором тему лекции. Если говорить уже дальше, продолжая вопрос, это европейский институт, не так тут получается. Просто если с позиции инвестора это в какой-то степени есть предъявление своей индивидуальности, своей несамости, которая сформировалась, может продолжать сформироваться в русских европейских традициях, то для нас, слушателей, это, наверное, можно назвать какой-то провокацией, или, может быть, сказать помягче приглашением, но провокирующим на самоопределение и ответ на этот вопрос, в какой степени, в какой мере мы можем считать себя европейским. В чем-то, если я не ошибаюсь, сама эта практика напоминает мне то, что Татьяна Щецова в одной из своих статей о Киркогоде называла «Перезнадий майортической практикой». Поэтому для сегодняшней лекции трудно было бы найти другого, настолько подходящего для такой коммуникации рассуждения лектора, как человека, который посвятил достаточно много времени и усилий этой теме, автор кодиссертации по Киркогоду переводчику университетов по Киркогоду и автор кодиссертей по Киркогоду Татьяне Щецовой. Сегодня мы вместе с Татьяной пробуем рассуждать об актуальности идеи этого фигура сегодня. Спасибо. Добрый вечер, друзья мои коллеги. И чтобы сразу задать мне историко-философский формат сегодняшней лекции, я хотела бы начать с места, которое и географически, и исторически максимально удалено от Киркогода, а именно с ситуации современной Беларуси и самосознания современной Беларуси. Сейчас небольшая исследовательская группа участвует в таком проекте в Минске, в Беларуси, который посвящен исследованию, распространению психотерапии в нашей стране. И в этой связи мы проводили опрос клиентов, людей, которые посещают или практических психологов, или же психотерапевтов. Я хочу начать с небольшой цитаты из одного из таких людей, чтобы как-то сразу соотнести тему сегодняшней лекции «Экзистенция в системе координат модерна» с нами, если угодно. Вот один из проинтересовательных моментов Минчан, который имеет обращение к психотерапевту, говорит буквально следующее. В какой-то момент я понял, что не могу объяснить себе, зачем мне что-то делать дальше. У меня был некоторый джентльменский набор, автомобиль, квартира, жена, но я не мог сам себе объяснить, что мне делать дальше. Зачем, например, мне зарабатывать деньги, зачем мне что-то менять в своей жизни и так далее. В принципе, это один из сквозных лейтмотивов всех этих интервью. Так или иначе, все Минчане, к которым мы обращались и обсуждали их опыт в психотерапии, так или иначе, все они проговаривали сюжет, связанный с каким-то таким смысловым коллапсом, с проседанием смысла жизни в их понятиях. Такого рода вопросы обычно, традиционно, определяются как экзистенциальные вопросы. Если определять их без каких-то цитат, давать какое-то предельное общее определение того, что такое экзистенциальный вопрос, то экзистенциальные вопросы — это такие вопросы, которые связаны с необходимостью определения, а чаще переопределения внутренней системы координат собственного существования. Вот отсюда я и хотела бы, значит, выстраивать сегодняшний разговор о киркетологии. Для начала я хочу ввести рабочее определение того, что такое экзистенция. Я допускаю, что далеко не все здесь философы и даже далеко не все здесь гуманитарные. Может быть, просто люди, которые интересны что-то узнать в этой связи. Экзистенция, если давать рабочее определение, — это неустановленное в себе бытие. Такое определение предполагает, что речь идет о человеческом существовании, в котором нету безусловной опоры. Прежде в традиционных обществах роль такой опоры выполняли традиции, миф, религии. Нету безусловной опоры для определения собственной идентичности и выстраивания жизненной стратегии в плане отношений с другими людьми, а также в плане отношений с природой. Если мы понимаем человеческое существование вот в этих терминах, как неустановленное в себе бытие, то отсюда возникает задача, прежде всего философская задача, понять человеческое существование как становление. Но становление не в смысле естественного генезиса. Вот Киркегор в этой связи пишет. Родиться, составиться и умереть — эту заслугу имеет и животное. То есть становление не в смысле естественного генезиса, а в смысле становления самим собой. Становление самостью. Становление собой в той ситуации, когда самим собой, сама вот эта опция, этот фокус, это некая открытая возможность, не имеющая никакого заранее предположенного фундамента для своего осуществления. Уже и сказанного видно, что трактовка человеческого существования как экзистенции исторически обусловлена. Она предлагается в контексте разворачивания модерна и перехода к посттрадиционному чувству. В этой связи, в той мере, в которой мы опираемся на Киркегора, как автор, который пытался как раз артикулировать управленную ситуацию человека в контексте разворачивания модерна, важно вот в этой связи добавить еще одно понятие. Тоже, в общем-то, ключевое понятие в творчестве Киркегора. Это понятие «единичный» или же понятие «отдельного индивиду». То есть, когда Киркегор пишет «единичный», он имеет в виду «отдельного индивиду». Полная формула в работах Киркегора звучит, соответственно, как «отдельный экзистирующий индивид». Вот это фокусирование философской мысли на «отдельном индивиде» тоже дань времени, тоже ответ на определенный запрос эпохи. Поэтому здесь очень важно, когда мы говорим об «отдельном индивиде», не торопиться с такими характеристиками, как эгоизм или же нарциссизм. Все это вторичное определение. Для нас с вами важно схватить вот это чисто структурное понимание «отдельного индивиду». Ведь речь идет о выделении «отдельного индивида», который оказался предоставлен сам себе в силу разложения социальных связей традиционного общества. То есть, если угодно, это понятие «социальные динамики». Таким образом, индивид — это концептуальный, то есть то, что это означает в творчестве Киркегора, как концепт, единичный или отдельно экзистирующий индивид. Индивид — это новый энтологический статус человека, не придуманный философами, а возникший в результате социально-исторических трансформаций. В этой связи я очень рекомендую книжку, переведенную на русский язык, Андрею Рено. Она называется «эра индивиду». Таким образом, Киркегор выступает как мыслитель, который отвечает на запрос времени. Он артикулирует новую антологию человеческого существования. Он показывает и описывает, что представляет собой человеческий субъект в новых социально-исторических условиях. Здесь очень важно ввести историческую дифференциацию в саму эпоху моделей. Девятнадцатый век — особый переходный период в эпохе модерна, если пройти градиону, чтобы сказать, масштаб. Девятнадцатый век отмечен нарастающим осознанием того, что представления о субъекте, сформированные в период классического модерна, от Декарта до Канта, не соответствуют актуальной реальной социальной жизни людей девятнадцатого столетия. Именно поэтому, когда пытаются реконструировать и осмыслять интеллектуальную, идейную историю Европы девятнадцатого века, возникает такое понятие, как опрокидывание традиций. Имеется в виду, прежде всего, опрокидывание концепта субъекта, предложенного классическим модерном. Вот к авторам, которые осуществляли это опрокидывание традиций, я причисляю прежде всего Киркегора, Маркса и Ниши. С определенными оговорками сюда можно, конечно, включить и Фраидов. Я еще раз говорю, с очень такими важными оговорками. Очень многие современные авторы, включая, например, Хабермаса и Рорти, отмечали релевантность идеи Киркегора в посттрадиционном уме нашей современности. При этом они прежде всего подчеркивали предложенную Киркегором интерпретацию самости в терминах возможности быть самим собой, возможности стать самим собой. Вместе с тем, как правило, в литературе, посвященной Киркегору, или где Киркегор так или иначе интерпретируется, содержится критика этого автора в плане изолированности отдельного индивида. То есть в плане изолированности того концепта индивида, который предложил датский мыслитель. Так Хабермас, достаточно будет сейчас его привести в качестве примера, указывает, считает, утверждает, что у Киркегора есть концептуальные допущения, которые препятствуют коммуникативной интерпретации становления самостей. Таких допущений два, по мнению Хабермаса. Первое — это этический децизионизм. Децизионизм — это латинский термин, в основе его лежит слово «решение». Этический децизионизм означает самоопределение на основании индивидуального экзистенциального выбора. Почему децизионизм? Потому что предполагается, что вот этот выбор, это этическое решение принимается вне коммуникативного контекста. То, что имеется в виду, когда формулируется упрек в этическом децизионизме. И Хабермас его формулирует в адрес экзистенциализма в принципе и Киркегора в частности. Следующее допущение, которое по мнению Хабермаса препятствует коммуникативной интерпретации самостей, это религиозная изолированность индивиду и Киркегора. Аргумент здесь такой, богоотношение, которое рассматривается, опыт богоотношения, как он рассматривается у Киркегора, тоже разворачивается вне горизонтальных связей повседневного мира. Надо признать, что такого рода критика не безосновательна. Однако же, вот такой ход мыслей, критических рассуждений у Хабермаса воспроизводит хорошо известное избирательное восприятие Киркегора. А именно, в общем-то, хрестоматийное. Подозреваю, что многие из вас, если что-то учили современную западную философию, то с такого рода схемами и знакомились. Киркегора рассматривают, подают в учебниках и так далее, как родоначальника экзистенциализма, а, и, б, как религиозного философия. Вот такого рода интерпретации, хрестоматийной, я хочу предложить, то есть я с ней радикально не согласна, понимая основания, на которых она предлагается. Вот эта избирательная рецепция Киркегора, его восприятие, понимание, интерпретация, предлагает нам фрагментированное видение этого автора. Эти два аспекта, Киркегор а-ля экзистенциалист и Киркегор религиозный философ, это отдельные аспекты его творчества. И если мы сводим к ним творчество Киркегора, то мы имеем дело, конечно, с такой упрощенным видением, схемой, редукцией. Моё предложение заключается в том, чтобы отнестись к творчеству Киркегора во всей его сложности и многомерности, во всей его полифоничности. Это слово очень уместно, если вспомнить множество псевдонимов Киркегора. Очень многие работы Киркегор подписывал не собственным именем, и это было принципиально. Об этом я почему-то так немножечко на этом остановлюсь позднее. То есть я хочу сказать, что оправданно и продуктивно, и актуально читать Киркегора иначе, нежели предлагают старые учебники. Чрезвычайно эвристично творчество Киркегора в целом. И в этой связи я хочу предложить два тезиса, и сегодня постараюсь их развернуть. Первый тезис. В чём эвристичность творчества Киркегора, если пытаться относиться к этому актуру тотально, в многомерности и сложности, и противоречивости его творчества. Оно эвристично, во-первых, в плане содержания написанного. Что здесь имеется в виду? Тезис заключается в том, что расхождение и контрасты в работах Киркегора отражают напряжение и определённую противоречивость в самом человеческом субъекте. То есть мы имеем картину проблемного субъекта, я для краткости ввезу такое определение, проблемный субъект. То есть если классический модерн даёт нам некий концепт субъекта, то Киркегор предлагает другую картину. Будем называть это проблемным субъектом. Так вот мы имеем картину проблемного субъекта, когда соогносим и мыслим вместе разные авторские ходы и работы Киркегора. И второй тезис творчества Киркегора эгоистична в плане метода изложения его авторского посылу. Здесь мой тезис заключается в том, что способ работы Киркегора как автора является принципиальным основанием для того, чтобы изначально рассматривать отдельного индивида из коммуникативной перспективы. То есть Хаббер-Маз был неправ. Очень важно сразу понять, что вот эти два тезиса, они связаны. То, как Киркегор понимает экзистенцию или экзистирование отдельного индивида, определяет характер и назначение его писательства и деятельности. То есть его работы — это не классические учёные трактаты, посвящённые тому или иному предмету. Для философской публики хочу, например, отослать, сравнить это с отказом от формы философского трактата у такого современного автора, как «Жан-Лёк-Нанси». То есть я к тому, что этот мотив отказ от формы философского трактата, он очень важен для разворачивания модерна и того, как он артикулируется в тех или иных текстах или формах авторского сообщения. Конечно, в каждом сочинении Киркегора есть тема, есть анализ и есть описание некоторых сюжетных линий. Плюс к этому есть чрезвычайно высокий градус философской рефлексии и концептуализации. Но при всём этом характер изложения подчинён особой коммуникативной задачи, можно сказать, практической задачи. В своей последовательности и совокупности написанные тексты Киркегора адресуются отдельному индивидуу в конкретности его экзистирования. То есть эти тексты адресованы не всеобщей способности познания, а адресованы именно единичной способности быть, а адресованы единичной способности быть, становиться самостью. Именно по этой причине Рорти причислил Киркегора к такому разряду философии, как наставительная философия. У него есть своё классификация философских жанров, и вот своей интерпретацией Киркегора определяет его тип философского творчества как наставительную философию. Вот сейчас эти два тезиса я хочу как-то развернуть подробнее, и начну я со второго тезиса, касающегося метода, способа работы Киркегора как автора. Вот Юлия уже начинала об этом говорить, обвела этот тезис. Действительно, я считаю, что писательскую деятельность Киркегора можно определить как экзистенциальную терапию, а ещё точнее, как экзистенциальную реабилитацию современности. Что я понимаю под экзистенциальной реабилитацией современности? Здесь имеется в виду трансформация эпохи через экзистенциальное преобразование отдельных индивидов. Суть такого преобразования заключается в пробуждении способности индивида становиться этической самостью, ну и, соответственно, поступать в конкретной социально-исторической ситуации на основании этического самоопределения. Как всякая терапия, экзистенциальная терапия Киркегора основывается на предварительной, соответствующей диагностике. Вот в таком диагностическом плане, в плане диагностицирования, Киркегор находит своих современников в состоянии рассеянного самозабвения. Он говорит об утрате себя, о растворении всех в массе, или вот, или же вот буквальная цитата, время и люди становятся все более недействительными. Такая дереализация в социальном мире. В контексте такой диагностики и тех задач, которые здесь намечаются для мыслящего человека, Киркегор для социологии, это тоже, мне кажется, такой любопытный момент, опознает себя очень, я бы так сказала, социологически точно определяет свое место в обществе, он определяет себя как приватного мыслителя. Для тех, кто знаком социальной теории, знает, что модерн связан с тем, что формируется вот это поле, которое маркируется термином «приватность». Обозначение приватной сферы – это такое измерение, которое тоже связано с разворачиванием модерна. Вот Киркегор определяет себя именно в этих терминах как приватный мыслитель, который, если угодно, открывает приватную практику. Практику этического, экзистенциального обращения к своим современникам. И практика эта нацелена на то, чтобы помочь экзистирующему индивиду ясно понять себя в своей эпохе. Диагностика, которая им проводится, она предполагает, из нее логически следует такая работа, как критика эпохи. Эта работа у Киркегора проводится в самых разных аспектах. В целом речь идет о том, что здесь является задачей. Задачей является выявление тех сил эпохи, которые препятствуют пробуждению самости и ведут к прогрессирующему забвению субъективного измерения истины. В этом плане у Киркегора есть четыре основных аспекта или же измерения, по которым разворачивается его критическая рефлексия. Во-первых, это философская критика Гигельянца. Речь идет о критике приоритета универсальной объективной истины, ставка на абстрактную объективную истину. Затем второе, это социальная критика нивелирующего эффекта возникающих как раз в то время масс-меди. Киркегор живет в эпоху, когда получают, что его возникают и находят широкое распространение газет. И вот это первая такая социальная критика масс-меди в перспективе экзистенциального анализа. Третий критический план — это критика клирикально-теологического дискурса, скрывающего экзистенциальную истину христианства, бытия христианина. И четвертый критический план — это психологическая критика внутренних психологических механизмов утраты и психологических механизмов утраты. Очень важно сразу понимать, что все эти четыре плана — они какие-то отдельные темы, которые можно как-то обособить друг от друга. В работе Киркегора они дополняют друг друга и обусловливают друг друга, пронизывают друг друга. Диагноз, который ставит Киркегор из перспективы рефлексивного мыслителя, можно определить и в следующем образом. Диагноз своим современникам, тому светостанциальному состоянию, в котором находятся современники по преимуществу. Вот с точки зрения, из рефлексивной перспективы это звучало бы так. Речь идет о некритическом отождествлении себя с предданными нормами и обучениями. Некритическое отождествление себя с духом времени. Растворение в тех содержаниях, трендах, модах, которые предлагают самые разные объективированные силы эпохи. Будь то официальная церковь, будь то гигельянство, будь то масс-медиа и так далее. Этот список можно продолжать. Вот в свете такого диагноза, задача терапии, экзистенциальной терапии заключается в том, чтобы вывести из этого состояния и привести в другое состояние. Индивид должен вернуться к пониманию того, что в своем экзистенциальной терапии он есть способность стать самим собой. Что здесь очень важно понимать? То, что для Киркегора вот эта смена экзистенциальной установки происходит в измерении интерсубъективности. Точнее говоря, благодаря особому коммуникативному опыту. Таким образом, экзистенциальная терапия, которую практикуют Киркегор, это экзистенциальная реабилитация индивида в смысле восстановления способностей индивида брать ответственность за свое бытие в конкретной социально-исторической ситуации. Именно в этом контексте формулируется у Киркегора знаменитая, я тоже уверена многим из вас известная тема, этического выбора. Вот Киркегор, как автор, развесен прежде всего, как десканциалистский автор, развесен темой этического выбора. Выбор себя действительно понимается, трактуется им как «этическое решение самости». Здесь нужно задать вопрос, каков индикатор того, что самость вступила в этический режим? Ответ – рефлексивное отношение к фактичности собственного существования. То есть выход из того режима, когда индивид себя слепо, безоглядно, некритически отождествляет с духом времени во всех его возможных проявлениях. Здесь очень важно подчеркнуть, что для Киркегора самость – это не какое-то абстрактное понятие. Самость, о которой у него идет речь, – это конкретная самость. Самость в живом взаимодействии с ее специфическим окружением. Цитата. Самость, которая является здесь целью, – это не только личная, но и социальная, гражданская самость. Получается, что смена экзистенциальной установки, которой как-то должен подтолкнуть экзистенциальный терапевт, Киркегорт, тот выбор, который ожидается со стороны читателя, отдельного индивида, предполагает обретение иной позиции по отношению к конкретности собственной жизни. Речь идет об экзистенциальной реабилитации индивида в смысле восстановления его способности пересматривать основание собственной жизни в конкретной социально-исторической ситуации. Поскольку самость берется во всей ее конкретности, то эта же способность является одновременно фундаментальным принципом обновления соответствующего социально-исторического контекста. Иными словами, экзистенциальная практика Киркегора, будучи сфокусированной на отдельном индивиде, инициируется равным образом в интересах социально-исторической жизни. То есть битва Киркегора за отдельного индивида, за то, чтобы таковой нашел себя, оказывается одновременно битвой за новую историческую полу. Именно поэтому определение экзистенциальной реабилитации современности представляется здесь вполне в основе. Здесь, если додумывать этот ход дальше, то нужно будет признать, что то, с чем работает экзистенциальная терапия Киркегора, то, к чему она обращается в лице потенциального читателя, это связь исторического момента с одной стороны и отдельного индивида с другой стороны. Или взаимное фундирование индивида и эпохи. Соответственно, эффектом такой терапевтической коммуникации, по идее, должна быть равноисходная трансформация индивида и эпохи. Сейчас я хотела бы перейти к другому тезису, а именно тезису, связанному с проблематизацией субъектов. С тем новым образом субъекта, который, как я говорила ранее, можно, картину вот этого проблематичного, проблемного субъекта можно получить, познакомившись с творчеством Киркегора, то есть пытаясь осмыслять творчество Киркегора в целом, а не оберегать туда различные фрагменты, различные работы и делая из этого редукционистские выводы по поводу его философской идентичности. Проблематизация субъекта у Киркегора начинается с его самопозиционирования как автора. Обратите внимание, в первую очередь те, кто, возможно, уже читал работы этого автора, Киркегор действует не как мыслитель эпохи Просвещения. Как действуют мыслители эпохи Просвещения? Возьмите Камп. Тексты пишутся, или же какие-то высказывания выстраиваются в форме прямого призыва, призыва собственного имени. Призыва какого? Камповский призыв. Мыслите поступать автономно, без опоры на авторитет. Возьмем практические работы, моральные работы, следовать категорическому императиву. Хаббер-Мас, на мой взгляд, будучи современным автором, тоже является таким мыслителем в духе Просвещения. Он призывает, он придерживается вот этого призывного иммунитета паттерского тома, апеллирующего к разумному субъекту и к способности субъекта быть автономным. Вот в противоположность такой просветительской стратегии, апеллирующей к субъекту Киркегор, поскольку он имеет дело с проблемным субъектом, практикует непрямое или же косвенное сообщение. И его суть, конечно, не просто в том, чтобы подписывать работу псевдонимом. Кстати, целый ряд работ Киркегор подписывают собственным именем. Главное в этой новой стратегии то, что то, ради чего предпринимается сообщение, не может обсуждаться прямо, как его предмет. Речь же в этом сообщении косвенно идет об умении индивида быть самостью. Речь идет о возможности индивида становиться самим собой. Автор может пытаться подводить к такой задаче, но учить ей бесполезно. То есть надо писать как-то так, чтобы провоцировать индивида, но не учить ее. Провоцировать на совершение некоторого такого этического акта. Учить этому бесполезно. Соответственно, если мы... Мы должны переопределить саму эту фигуру автора. Автор, если мы имеем в виду Киркегора, это уже не позиция. Автор — это стратегия. И цель этой стратегии — разбудить читателя. Сам Киркегор в своих дневниках, пытаясь сформулировать цель, не цель, а существо, формулу этой стратегии, говорит именно о том, что ему необходимо, благодаря этой стратегии, предложить загадку пробуждения. И в чем... Какова формула, которую находит Киркегор как автор, для того, чтобы вот эта загадка пробуждения состоялась? По мнению Киркегора, вот такой стратегической формулой является баланс эстетической и религиозной продуктивности одновременно. Поясню, о чем речь. Очень небольшой промежуток времени, интенсивность письма Киркегора, конечно, потрясающая, это, конечно, это уровень гений. Так вот, совершенно небольшой промежуток времени, это несколько лет. С невероятной частотой выходят один за другим тексты, часть из которых подписывается собственным именем, часть из которых подписывается псевдонимом. Вот эстетическая продукция, это продукция подписанная псевдонимом, религиозная продукция работы, это работы подписанные собственным именем Киркегора. Так вот, важно то, что они появляются фактически одновременно. Киркегор даже как бы хвастается, и мне Кирк пишет, ну как не хвастается, а с удовлетворением для себя отмечает, как важно было то, что иногда работы, эстетик правой и левой руки, как иногда вы говорите, и с работы левой руки, и правой руки. Иногда работы правой и левой руки выходят даже в один день. На что делается ставка? На то, что произойдет, сейчас вот есть такое модное словечко, когнитивный диссонанс, да? Киркегор, видимо, делает ставку на своего рода экзистенциальный диссонанс. Должна произойти какая-то перебивка, должно произойти какое-то короткое замыкание с читателем, его нужно разбудить. Как его разбудить? Вот как автор, как писатель, как мыслитель, как его устраивает такой литературный шок читателю. Потому что, в принципе, публика знает, что работы, подписанные псевдонимом, Даня – маленькая струна. Копенграден, столица, и по нынешним меркам этого, наверное, меньше, чем район Минс. Вот важно устроить такое литературное потрясение, цель которого – разбудить читателя. Есть и более такие рафинированные, продуманные и тщательно выверенные Киркегором тактические приемы, тоже имеющие всю ту же цель – разбудить читателя. А именно такая сложная расстановка голосов и персонажей в его работах. Более того, Киркегор продумывает методы вплоть до изменения синтаксиса. Он меняет синтаксис датского языка для того, чтобы ну вот как-то сбить с толку читателя. Сбить с толку с одним прицелом, пробудить их. То есть даже читать можно на уровне дыхания, на уровне включения в текст. Читать нужно, как-то побудить читателя читать так, чтобы состоялся вот этот потрясающий эффект, чтобы произошла эвстенциальная стресса. Чтобы как-то выбить своих современников из колеи такого монотонного анонимного растворения, из послушного растворения жизни под диктовку анонимных сил и плохих, адстрактных, объективных, ну и так далее. Вот такого рода стратегия уже во многом объясняет достаточно сложную фигуру Киркегора как субъективного мыслителя. Его нельзя идентифицировать ни в коей мере с философом, уже понятно по тому, как он работал. Философская рефлексия лишь одно из измерений его работы как аккаунт. Киркегор определяет вот эту позицию и способ работы автора, способного осуществить такого рода экзистенциальную историософу, соединяя сразу три измерения. Он пишет, что субъективный мыслитель, каковым он себе это условно считает, одновременно является этиком, поэтом и диалектиком. То есть сообщение экзистенциального терапевта разворачивается одновременно в трех аспектах, в трех измерениях. Во-первых, в режиме этического напряжения сообщение – это поступок, который хочет вызвать ответный поступок, разбудить. Затем сообщение предполагает понимание экзистенциальной диалектики существования. То есть оно предполагает мысль и философскую концептуализацию. И в-третьих, сообщение создает определенный воображаемый сеттинг. Я специально использую психотерапевтическое понятие. Сообщение, косвенное сообщение создает определенный воображаемый сеттинг. И делается это благодаря тому, что субъективный мыслитель обладает мастерством поэта. Мы сочетаем этику, этик, поэт и диалектик. Вот кто такой субъективный мыслитель. И кто такой автор, если он пытается выполнять эту задачу под названием экзистенциальная терапия или же экзистенциальная реабилитация современности. Этот новый формат авторского сообщения продиктован новым, совершенно неоднозначным образом субъектом. Условно мы его назвали проблемным субъектом. Ранее уже было сказано, я хочу еще раз воспроизвести этот тезис, что расхождение и контрасты в работах Киркегора отражают напряжение и определенную противоречивость в самом субъекте. Я попытаюсь сейчас это прояснить, конечно, с неизбежной долей схематизма. Наиболее известная тема из наследия Киркегора, тема, которая чаще всего, как минимум, упоминается в словарных статьях, опять же, или каких-то учебных материалах, это учение Киркегора о трех стадиях существования. Эстетическая стадия, этическая стадия, религиозная стадия. Было бы большим упрощением мыслить эти стадии как некую последовательность. То есть мыслить в том смысле, что индивид по очереди находится на какой-то одной из них. Все намного сложнее. Расклад этих стадий, конфигурация самих этих позиций, эстетическая, этическая, религиозная, размечает в работах Киркегора пространство экзистирования, или же пространство становления самости. Такая разметка себя оправдывает. Это очень удачный ход, потому что он позволяет, это способ схватить динамику и диалектику человеческого существования. Ведь актуальная задача, которая стоит перед Киркегором, заключается в том, чтобы понимать субъектность не как некое предданное основание. Понимать субъекта нужно как в терминах движения, в динамике, как некоторое становление. Субъект не инстанция, как это имеет место быть, например, у Канта. Субъект у Киркегора это скорее траектория, если уже пользоваться какими-то такими пространственными метафорами. Как понимать динамику, о которой здесь идет речь? Отсутствие опоры, ясно выраженное в определении отдельного индивида как возможности быть самим собой, отсутствие опоры означает, что его опыт становления самостью, вот этот опыт выстраивается с точки зрения развлечения двух опций. Или не быть самим собой, или быть самим собой. Ну если мы мыслим, да, в перспективе определения человека как возможность быть самим собой, значит наше пространство нашего становления, нашего экзистирования, вот оно структурируется двумя этими полюсами. Или не быть самим собой, или быть самим собой. Или-или. Именно так и называлась первая, пожалуй, самая известная среди образованной публики работа Киркевого. Работа, где вот этот вопрос обсуждается или ими. Обсуждается в терминах выбора между эстетическим существованием и этическим существованием. В результате такого структурирования, да, и такого осмысления поля проблемного субъекта, его динамики, вскрывается у Киркевогора еще один ключ к пониманию человека эпохи постклассического модерна. Я веду такое рабочее определение. Что это за ключ? Речь идет об идее, а точнее даже идеале, аутентичности. Показательно, что это еще одно слово, которое наряду с определением экзистенциальной не выходит из языка современного человека. Эпохальное выделение индивида во всей его экзистенциальной проблематичности приводит к тому, что проживание и у собственной жизни подчинено постоянному осциллированию между аутентичностью и неаутентичностью. В этой связи очень важно сделать два комментария. Первый. Развлечение аутентично-неаутентично – это не некоторый внутрипсихический закон. Это разные режимы взаимодействия индивида и мира. Так это у Киркевогора. Ближайшим образом мира человеческих отношений. Или, говоря другим языком, опыт самости. Соответственно, это развлечение предполагает анализ силы эпохи, подчинение которой рассматривается, переживается как утрата аутентичности. Киркевогор здесь стоит у истоков традиции, которая потом от Маркса до Гидденса разворачивала соответствующий анализ в таких терминах, как критический анализ силы эпохи, в таких терминах, как отчуждение, деперсонализация, анонимизация, омосовление и так далее. Я назвала ключевые определения, которые представлены в среде социально-гуманитарных наук и в интеллектуальной журналистики. Второй комментарий, важный в связи с введением понятия развлечения аутентичность-неаутентичность, касается снова акта выбора себя. Что такое здесь себя? Вот это себя должно пониматься здесь не в смысле некой стабильной идентичности, а в смысле ясного понимания себя как возможности стать самим собой. То есть выбор, который пишет Киркевогор, не предполагает, что мы вот как-то определились и можем теперь стабильно до конца жизни чувствовать себя комфортно и психологически, и как-то и социально уверенно и так далее. себя, я еще раз повторяю, понимается здесь в смысле ясного понимания себя как возможности стать самим собой. То есть просто вот ясного понимания формулы собственного существования в эту эпоху. В силу такого понимания происходит понимание себя как возможности стать самим собой. В силу такого понимания происходит опознание в собственном социальном опыте, сил, которые так или иначе нейтрализуют, скрывают или же подменяют регулятивную идею аутентичности. Тут нетрудно увидеть очень важную практическую импликацию такого рода понимания и опознания. Если мы понимаем себя в терминах возможности быть самим собой и опознаем силы, которые препятствуют осуществлению регулятивной идеи аутентичности, то, соответственно, формируется индивидуальная установка на противодействие тем силам эпохи, которые скрывают от меня вот это призвание стать самим собой. В политической плоскости этот мотив был очень выразительно развит у Вацлава Гавлова. В понятии экзистенциальная революция, его сочинение «Власть без властных». То есть этическая или же аутентичная самость, получается, что это та же самость, что была и до выговора, но с другим горизонтом понимания, включающим ответственность индивида за конституирование собственной самости. Иначе говоря, собственно, Киркегор так и пишет, получается, что индивид выбирает то, что уже есть. В этих рассуждениях Киркегора видно, насколько проблематично, или, как он говорит, насколько парадоксально, понятие выбора. Именно эта парадоксальность выбора позволяет отклонить упрёк в децезионизме и одновременно вывести Киркегора за рамки экзистенциализма. Назову два главных аргумента, которые, в общем-то, в случае последуют из того, что было уже сказано. Первый аргумент заключается вот о чём. Ясное понимание себя, как возможности стать самим собой, происходит в бытии с другими. Это опыт, имплицированный, заложенный в самой человеческой коммуникации. Благодаря разным ресурсам общения, разным ресурсам социального контекста, если угодно разным ресурсам сообщества, смысловым ресурсам, эвакативным ресурсам, индивид может прийти к такому экзистенциально острому самопониманию, когда он ясно осознаёт себя в терминах «возможности стать самим собой». Отсюда уже намечается и второй аргумент. Выбор парадоксален, потому что у него есть активная и пассивная сторона. Наряду со словом «выбор» Киркевор использует и другое слово – «нашёл», «обрёх», «найти себя». Я хочу сказать, что «выбор», если рассматривать его феноменологически, то это очень сложный акт. Выбор происходит на основе открытия себя, как возможности быть самим собой. Вместе с этим открытием. Вот почему я говорю об одновременном присутствии измерения активности и пассивности в акте выбора. Ничто так не дезавуирует мнимый характер экзистенциалистского децизионизма Киркевора, как предложенная им, надо сказать, достаточно откровенная терапевтическая формула. Звучит она так. То, что хочет сделать маевтик или экзистенциальный терапевт, это обманом вовлечь в истину. Вот это определение Киркевора. Обманом вовлечь в истину. Это образное описание цели экзистенциальной терапии. Экзистенциальный терапевт хочет, чтобы адресат его сообщения, пришёл к истинному пониманию самого себя. То есть совершил выбор себя. Получается, что выбор, если и происходит, то в результате того, что индивид был мастерски побуждён к таковому. Обман. Вот в этой формулировке заложена очень глубокая интрига. Формула обманом вовлечь в истину указывает на то, что какое-то время индивид сущности не знает, не понимает, не отдаёт себе отчёт в том, что же с ним происходит, ну, скажем, пока он читает Киркеворы. Пока он читает Киркеворы, он оказывается на пути к некоторой экзистенциальной трансформации. Но до тех пор, пока выбор с ним не произошёл, пока он его не сделал, он этого не понимает. Вот здесь уже заложен, как сказать, динамиды, бомбы, достаточно взрывной силы. Здесь Киркевором наносится ещё один удар по классическому образу субъекта. А точнее, по такой характеристике классического субъекта, как самопрозрачность. Самопрозрачность в плане понимания, осознания, мотивов собственных поступков. Экзистирование, то есть способ бытия человеческого субъекта, не может быть описано в рамках классической философии сознания. Оно не сводится к бытию осознанного. Для понимания этого вопроса нужно ввести, наконец, такое базовое измерение экзистенциального опыта, как эмоции. Этимологически эмоции происходят от эмоций, движений. Эмоции, если мы возьмём их так, как актиматизирует Киркевор, описывает и анализирует, эмоции отражают антологическую неустойчивость человеческого субъекта. Экзистенция – это неустановленное в себе бытие. Мы с этого начинаем. Эмоции отражают эту антологическую неустойчивость человеческого субъекта. Они являются зеркалом необъективируемой динамики становления самости. В этой связи я хочу очень кратко остановиться на двух базовых эмоциях, которые рассматривают Киркевор. Это страх и отчаяние. «Страх» – это немецкое «angst» или же английское «ingsight». Говорёте иноязычные слова для того, чтобы сразу этот термин расщепился на самые разные возможности перевода. Эти понятия разные авторы переводят как «ужас», «страх» или «тревога». Но, в общем-то, имеется в виду, в плане, если брать ключи, в оригинальных авторах, Киркевор, Хайдегер, Фрейд. Апеллирование к этому опыту, к какой-то логической неустойчивости, насколько этот опыт транслируем через эмоцию, отражается в определенной эмоции. У Киркевора есть очень красивое поэтическое определение страха, в работе, которая так и называется «понятие страха». Пределение такое – страх – это головокружение свободы. Почему это так? Страх – это глубинная эмоция, которая сопровождает понимание того, что у индивида нет никакой гарантированной опоры в его становлении самостью. Ведь индивид – это просто возможность быть самим собой. Именно поэтому страх без предметов – это страх перед тем, чего нет, но что может быть. Именно поэтому страх – это головокружение свободы. Я здесь хотела бы снова сделать небольшое отступление назад к нашим реалиям, к тому исследованию, с которого я начинала и приводила цитату из опроса одного отмечанина, имевшего психотерапевтический опыт. Я снова хочу вернуться к этому материалу. Психотерапевты и практические психологи, а равные клиенты этих специалистов указывают на то, что перестройка стала для них таким, ну таким знакомым, да, кризисным, но одновременно знакомым и важным социальным таким изломом, поскольку речь шла о появлении совершенно разных возможностей. И в этой связи один из психотерапевтов говорит в интервью буквально следующее. «Люди будут мучиться от того, что могут больше». Люди будут мучиться, я повторю, от того, что могут больше. На что я хочу обратить в этой связи внимание? На то, что смена социальных условий, в нашем случае это перестройка, может оттенить, обнажить вызов, который содержится в экзистировании отдельного индивиду. А ведь он должен предложить некую жизненную стратегию. Ведь в ответ на такое, даже хотя бы просто предчувствие, то есть предчувствие того, что он есть возможность быть самим собой. Отсюда, соответственно, и рост тревоги, или же страха, и рост психологических проблем от осознания нереализованных возможностей. Теперь я хотела бы остановиться на другой базовой эмоции, это отчаяние. Отчаяние, так же, как и страх, это не какое-то временное состояние, устранимое вместе с устранением повода для отчаяния. Поводом здесь является, собственно, сам человек, точнее, сама структура его существования. Отчаяние — это эмоциональное измерение, осциллирование между полюсами аутентичности и неутентичности. Соответственно, Киркегор выделяет, в соответствии с этим осциллированием, Киркегор выделяет две формы отчаяния. С одной стороны, отчаянное желание быть собой. Почему? А почему отчаянное желание быть самим собой? Оно отчаянное, потому что аутентичность недостижима по определению, как некое стабильное состояние. Аутентичность недостижима, как окончательное преодоление неаутентичности. Вторая форма отчаяния — это, на этот раз, отчаянное нежелание быть самим собой. Почему отчаянное и почему нежелание? Речь идет о отчаянном бегстве от страха или от тревоги, то есть бегстве от самого себя. В связи с таким анализом эмоциональной картины цистирования Киркегор анализирует, описывает, в принципе констатирует, как факт экзистенциальной динамики, такой феномен, как ускользание в разнообразные формы самообмана. Он говорит в этой связи о подавлении, сокрытии, страшной истины, той истины, что тебя нет, что ты лишь возможность стать самим собой. Жизнь каждого человека, получается, может быть истолкована с точки зрения симптоматики отчаяния. Именно такую аналитику, то есть анализ жизни с точки зрения симптоматики отчаяния предлагает Киркегор в такой известной работе, как «Болезнь к смерти». Я называю тексты сегодня, которые переведены на русский язык. Было к чему обратиться. В «Болезнь к смерти» Киркегор описывает целую палитру симптомов или проявлений отчаяния, среди которых повышенная хлопотливость и делогитость, зацикливание на объективной истине, любопытство, ложная беззаботность, одержимость предприимчивостью и так далее. Этот список очень богат. Что здесь принципиально важно? То, что индивид не осознает, что смысл его поведения или какого-то психологического дискомфорта заключается как раз в уклонении от экзистенциального страха. Что смыслом того или иного, той или иной формы поведения является на самом деле бегство от самого себя. Небольшая цитация. Если спросить меланхолика, что делает его таким меланхоличным, то он ответит «Этого я не знаю». Вместе с тем, непроясненность смысла меланхолии для самого меланхолика не обменяет того решающего факта, что впадая в меланхолию и оставаясь меланхоличным, он преследует определенный интерес. А именно, он находит способ уклониться от той страшной истины, что он всего лишь возможность быть самим собой. Экзистенциальная терапия предстает таким образом, как разоблачение самообмана. Экзистенциальная терапия – это работа с сокрытием. С сокрытием, которое в принципе является необъективируемым процессом. Именно поэтому терапия – это особое искусство. Здесь я хотела бы напомнить, что процесс сокрытия протекает в индивиде постольку, поскольку он вовлечен в социальные отношения. То есть поскольку ему нужно стать конкретной самостью в конкретных социально-исторических условиях. Соответственно, разные психологические проявления отчаяния, повышенная возбудимость, ипохондрия, меланхолия, разной формы одержимости или зацикленности на чем-то. Вот все это, все это разнообразие психических форм не формируется где-то внутри индивида, как особенность его психического аппарата, но является конкретным способом его существования в мире. То есть экзистенциальный анализ выявляет сцепление психического и социального в жизненном опыте индивиду. Соответственно, социальная критика, которая разворачивается с позиции экзистенциального анализа, предполагает разоблачение сил, которые осуществляют купирование страха и благодаря этому обеспечивают ложное утоление желания быть согласовым. Я назову две основные силы, которые были предложены постклассическим модерном в плане предоставления социальных механизмов купирования страха. С одной стороны, это идеологи, с другой стороны, это деньги. Здесь очень интересно посмотреть на историю Европы 20 века в первую очередь, потому что мы с вами выходим сейчас из 19 века и смотрим перспективу на будущее. Вот в этом плане, когда мы говорим идеология и деньги, как два основных социальных механизма для купирования экзистенциального страха, Интересно, что в истории Европы 20 века здесь исторически важны такие факты или события, как существование тоталитарных режимов с их особым идеологией, а с другой стороны, развитие, ускоренное развитие капитализма. Но здесь, конечно, важно не сделать ошибку и не предполагать, что тоталитарный режим отвечает за диалогию, а капитализм отвечает за деньги. Речь идет о том, что тоталитарные режимы предложили свою интерпретацию связи, идеологии, денег. А капиталистические, то есть общества, которые сделали став капиталистический способ производства, так называемые либерально-демократические общества, они предложили свою интерпретацию связки, идеологии и деньги. Это действительно разные интерпретации. И мы можем смотреть на эти социальные формации, тоталитарные режимы с одной стороны, либеральная демократия с другой стороны, и с призма экзистенциального анализа анализировать их именно как способы, то есть разработка социальных механизмов для оккупирования экзистенциального страха. Вот этот тезис, который можно дальше анализировать более специально, и было важно ему зафиксировать. Последний аккорд в проблематизации субъекта, это самая короткая, но при этом в чем-то самая важная часть моей лекции, вот этот последний аккорд связан с религиозным измерением творчества Киркегора, в том, как оно прописано, представлено, какого рода эвристика здесь заложена. Здесь есть два момента. Первый. Действительно, Киркегора можно рассматривать как обособленно, как религиозного мыслителя, говорить о значении Киркегора для христианской теологии. Это может быть отдельной темой. У него есть религиозные работы, очень много он писал религиозно-наставительных речей, много самых разных трактовых библейских сюжетов в его сочинениях. Если смотреть на это из перспективы логики сегодняшней лекции, то Киркегор интересен в этом плане тем, что и в этом вопросе, его трактовки христианства, бытия христианином, он дает определенный ответ на запрос времени. А именно, если очень кратко резюмировать значение Киркегора для современного читателя в связи с вопросом христианства, то заключается оно в том, что Киркегор рассматривает, что такое бытие христианином и проблематизирует. Что такое бытие христианином в эпоху постклассического модерна? Не просто религиозный автор, включенный в традицию, воспроизводящий какие-то соответствующие филологические, теологические сюжеты и толкующие их в рамках некоторых домов. Но он ставит вопрос о бытии христианином из перспективы вот этой тотальной проблематизации человека эпохи постклассического модерна. Второй момент в этой связи, в связи с религиозным измерением, для нас более важен. Речь идет о смысле религиозного измерения в структуре проблемного субъекта. В становлении самости. В структуре становления самости. Позволю себе очень кратко напомнить, на чем мы с вами остановились. Эта структура связана с различением двух полюсов. Становление самости. Аутентичность, неутентичность. Или же возвращение к задаче быть самим собой. Или же проседание такой задачи. Восстановление истинностного отношения к самому себе. Или утрата такого отношения. Так вот, эта структура и этот опыт предстает своего рода ловушка. Почему это ловушка? В каком смысле это ловушка? Когда мы остаемся в рамках этой структуры, когда мы остаемся в плоскости такого имманентного пребывания в этой формуле, да, человека эпохи, постклассического модерна. Мы находимся в режиме постоянного потенцирования, то есть интенсификации и возобновления снова и снова отчаяния и тревоги. И социально-критическая рефлексия, если она остается в рамках этой структурной ловушки, все, что она может, это лишь оттачивать анализ взаимообусловленности, тревоги и различных социальных механизмов, культурных практик. И это, на мой взгляд, является и концептуальным, и экзистенциальным тупиком. В этом плане, как тупик, концептуальный и экзистенциальный, это обнажается именно благодаря тому, что Киркегор вводит третий полюс. До сих пор мы с вами анализируем потеечку проблемного субъекта, опираясь на два полюса. Киркегор вводит третий полюс, отношение к которому предполагает выход за рамки структуры самости, как структуры отчаяния и тревоги. Очень важно, что то, как Киркегор продумывает это, как он это описывает, свидетельствует о том, что предполагает, что вот этот третий путь, или третий измерение, точнее говоря, не путь, третий измерение, он не виден из перспективы отчаяния. Тем самым, предложив нам такую еще линию размышления, введя третье измерение в структуру самости, Киркегор намечает пределы мышления, центрированного на индивиде, мышления, опирающегося на концепт субъекта. На мой взгляд, в этой точке Киркегор додумывает до конца модернный концепт субъекта как такового. Он подводит вплотную к его границам, к тому, если угодно, что за эти границы нужно выходить. В исторической перспективе это означает, что нужно выходить за рамки модерна. На этом я завершу. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна, за чрезвычайно интересную лекцию. Это еще было очень эстетично и завораживающе, так сказать. И я даже задумалась, не словила как-то, что мне нужно происходить. Посмотрите, насколько вам удалось обмануть аудиторию, спровоцировать ее на работу мыслей, или какую-то критику. Пожалуйста, вопросы, уточнения и какие-то ваши размышления, критика, опять же, если я не согласна. То, что вы поставили в проблему завершения лекции вообще, это провокация или как-то понимаете? Это приглашение думать дальше. Приглашение к тому, чтобы подхватить этот ход мыслей Киркегора, который, на мой взгляд, является очень-очень продуктивным. Но он, это же такая продуктивность, которая имеет действительно характер, ну, в каком-то смысле просто провокации, или даже не провокации, а скорее некоторого намека. Потому что сам Киркегор своим ходом мыслей, он подводит границы концепта модерна и указывает на то, что нужно выходить за эти рамки. Но что должно быть предложено в ответ, да, что значит выйти за эти рамки, каково должно быть иное продумывание опыта человека и сообщества, такого рода предложения у него нет. Точнее говоря, оно у него есть, но оно очень специфическое. Оно связано с его попыткой найти такой ответ в связи с истиной и притязанием христианства. И понятно, что в сегодняшнем мире вот этот путь, он может быть разделен далеко не всеми. Он может быть не для всех убедительным. И сам Киркегор, проблематизировав бытие христианином для человека эпохи постклассического модерна, показал, и, в общем-то, пускай он это не тематизировал, так сказать, прямо, но то, что он сказал, этого достаточно, чтобы понять, что религия, как, скажем, какой-то такой институционализированный опыт, опыт, связанный с верой в определенные какие-то догмы, ритуалы и так далее, вот этот опыт, он не может носить сегодня тотальный характер. Он может стать некоторой нишей наряду с такими сферами в социальной жизни, как наука, искусство. У религии есть место, но это уже не то место, которое она занимала в традиционном обществе. И поэтому собственная попытка Киркегора выйти за рамки модерна, она может быть интересна и убедительна для людей, которые готовы соотносить себя с истинной христианством. Готовы с тем, чтобы рассматривать вопросы собственного существования в терминах соотнесения, например, с тем, что мое индивидуальное самопонимание, и то, понимаю ли я свое существование в терминах истины, связанное с тем, верю ли я, что Бог был реально воплощен, как в истории, что имело место Бога воплощения, то, что вечно нашло себе место во времени. Те, кто как-то готовы соотносить себя с этим парадоксом, они могут, тогда я рекомендую, действительно, и философам рекомендую, потому что философы, читая, анализируя эти размышления Киркегора, связанные с христианством, они могут здесь найти определенные такие структуры и ходы, которые могут быть подсказками для того, чтобы предлагать секулярные концепты и теории за рамками парадигмы моделей. Вот так я хочу. То есть для человека, который не является не теологом и не философом, и при этом, ну не не теологом, для человека, который не разделяет христианство, и при этом не является философом, этот путь Киркегора, его предложение, выход за рамки модерна, они не будут убедительны. И если мы эти условия, по основе, принимаем, мы должны думать о том, какие же могут быть предложены другие, да? Какие-то могут быть другие предложены. Другие какие-то, другие ходы. Непонятно. Ну, не кажется ли вам, что при такой постановке вопроса Киркегор получается тем-то, вроде, вот той женщины, которая там творство вагон подложила, он там критиковал, что государство, историческая определенность, все это скрывали, самости человек, мешали от нему, в этой самости выразиться. После Киркегора появился Микса, который еще и на религию, на религиозную сторону набросился, тоже вот она прячется, самость скрывали. Это, в конце концов, определенные с точки зрения какой-то высокой культуры исчезло, определенные со стороны религии исчезло, ничего не осталось, и, может быть, это выглядит модерно? Это постмодерно, да? Это не выход из модерна, это напряжение самокритики модерна, понимаете? Модерна рефлексия. И это то, о чем вы говорите, и Киркегор, и нитши, это мыслители, которые вот это рефлексивное напряжение модерно довели до какой-то кульминации. И в этом они продуктивны до сих пор. И именно в этой перспективе их надо читать. Кстати, Киркегор не менее страстно критиковал христианскую церковь ниже или ниже. Не менее страстно, чем ниже. Просто он предполагал. Он просто боролся с официальной церковью за истинное христианство. И в этом смысле он созвучен ниже. Но я думаю, что я могла бы, наверное, как-то поддержать ход вашей мысли. Только нам тогда нужно уже обращаться не к Киркегору. Нам нужно озвучить, как-то те какие-то мыслительные усилия и инициативы, которые сегодня действительно предложены за рамками парадигмы модера. На мой взгляд, в современной философии и отчасти теологии, отчасти социальных науках в целом, я, конечно, буду делать акцент на философии, можно опознать как минимум два таких идейных движения, которые показывают, что это рефлексивное напряжение мыслителей, представляющих, критикующих модерн изнутри самого модерна, их подведение к границам модерна и указание на то, что нужно выходить за рамки этой парадигмы, было верным. Так вот, встречное движение сегодня опознается в двух тренках. Первое, на мой взгляд, связано с тем, как с рядом авторов, которые пытаются осмыслить сообщество и человека в терминах событий. Вот есть целый ряд философов, я назову трех. Бахтин, Хайда, Гербатью. Это мыслители по поздних автокгер, это важно. Это авторы, которые... Нанси можно определить. Список богаче, но это, конечно, ключевые фигуры. То есть это радикально, это попытка поставить старые философские вопросы, сформулировать их совершенно иначе. И осмыслить наш опыт совершенно в иной системе координат, нежели предложил классический модель. На фоне которого мы тоже во многом все еще движемся. Ну, хотя бы потому, что вот сегодня обсуждаем Киркегора или Миша или Макса, понимаете? В той мере, актуальность этих авторов, в той мере, в которой они актуальны. Говорят, что мы все еще схвачены вот этой парадигмой модели. И мы здесь сидящие, мы мыслим себя в этих терминах, мы переживаем и страдаем в этих терминах. Одна линия связана с событием, с попыткой как-то иначе говорить и думать опыт сообщества человека через понятие событий. Другая попытка связана с такой темой, как, да, это тоже невероятно сложная, фантастически интересная и очень многообещающая поворота современного мышления социально-гуманитарного. Среди философии это поздний Хайдеггер, Дорида, Марион, философ и троллог одновременно, Батай. Что очень интересно, эта же тема, и это, мне кажется, очень важно и показательно, подхватывается и в социальных науках. Я тоже для примера назову лишь одного автора, потому что он целую группу представляет. Это Ален Кайе, если я правильно говорю, он один из лидеров, я для себя это пометила, такой группы международной, которая, то есть ему принадлежит целый ряд работ, посвященных антропологии Дорида. Так вот он один из лидеров группы, которая называется МОС, но пишется М, то есть пишется так же, как фамилия МОСа, автора знаменитого Исаадара. Вот эта группа предлагает переинтерпретацию МОСовского эсера Дори, и почему, я хочу расшифровать это название, как так оно, потому что это аббревиатура по-французски. МОС расшифровывается, она, я, конечно, сразу по-русски скажу, как антиутилитаристское движение в социальных науках. Вот в самых разных областях социальных магнитарных знаний сегодня намечаются вот эти вот черты и контуры новой пародии. И она связана, еще раз повторю, для меня с ними о концертах. События и дар. И это отдельная, большая, чрезвычайная интересная тема. Мне действительно кажется, что то, что здесь намечается, вот это на пути к эпохе, которая уже не будет определяться в логике, в терминах модернах. Просвещение для нас это начало классического модерна. И оттуда задаются какие-то ключевые структуры и сама логика. Но модерн усложняется. И сегодня мы говорили не о классическом модерне. Сегодня мы не говорили о субъекте, о карминском субъекте. Автономия, самопрозрачность и так далее. Сегодня речь шла совершенно о другом субъекте. Но это продолжение, это усложнение модерна, но это по-прежнему модерн. Субъект усложняется, он проблематизируется. И появляется другая структура. Структура, которая связана, если следовать за Киркегором, с этим развлечением полюсов аутентичности и неутентичности. И сосредоточенности на вопросе собственной аутентичности, подвеси. У меня вопрос, скорее, у вас, как у следовательницы, был в процессе взаимодействия с такой проблематикой. Я могу предположить, что, наверное, вы погружаетесь очень остро в переживания, в ощущение этого отчаяния, в собственной экзистенции и так далее. И мне хотелось бы узнать, как вы переживаете эти моменты. А можно я вот хотел сказать... Нет, подождите, подождите. Ну, это вопрос личный, и я тогда отвечу... Ну, насколько возможно ответить... Насколько возможно что? Насколько возможно ответить на аудиторию. Ну, я отвечаю... Киркегор — моя страсть навеки. Это ответ... Это ответ... Ну, это не совсем ответ, вообще говоря. Хотелось бы услышать от вас, какие вы делаете выводы для себя лично, как вы стимулируете свою самость и свое экстенциональное потрясение. Насколько будут изучения творчества в Киркегор? По-моему, не так вот девушка хотела... Вы хотите, дополниться, вот так, да? В этом плане я поддерживаю его рефлексивные усилия. И пытаюсь, насколько хватает мне моих талантов, осуществлять некоторые со-мышления, но и теперь уже, если какую-то программу, может быть, не программу, а некоторые намеки, да, мы вычитываем, мы сделаем творчество Киркегора, намеки, значимые для человека с нынешним временем. Значит, помимо суммы шлема, еще и попытка мышления. И так, я бы отмечена. Да, я хотела бы обратить внимание, потому что, мне кажется, это очень интересно, то, что сейчас произошло. Когда я задала вопрос, я его задала исключительно о вас, как уникальной экзистенции, да, которая вот здесь присутствует в том же времени, в котором присутствуют я и все другие, вот в этом пространстве и так далее. Вы сказали, что Киркебур – это моя страсть, да, то есть вы не стали говорить о себе. В то же время здесь мы слышали смех по поводу этого вопроса. Мне кажется, что это тоже очень интересно, да, вот в связи с тем, что вы говорили о аутентичности, то есть приближении вот к этому пониманию себя, которого не существует, да, который только возможен быть собой. И мне кажется, что вот в обществе, когда люди собираются в группах, им как-то вот за счет, не знаю, там смеха, темы довольно-таки легко уходить вот от этого близкого-близкого переживания себя, как себя, как себя. Вот именно сейчас мы ухватили очень важный такой флюид релевантной мысли Киркебура, а именно то, что связано с иронией или с юмором. Ведь дело в том, что если вы оперируете сейчас ко мне, то перед вами стоит некий эмпирический индивид. А вы как будто бы в своем вопросе затронули мою экзистенцию. Так вот в экзистенцию ни мою, ни ваше тыкать пальцем невозможно. В этом смысле ее здесь нет. Перед вами эмпирический индивид, вот некоторый, да, облик и какая-то объективированная речь. Но я напомню вам, Киркебур не писал прямых научений и получений. Это бесполезно. Как экзистирующий индивидуум в плане нашей с вами возможности быть самостью, мы не здесь. Ну то есть нас нельзя приложить к стулу, к этой кафедре и так далее. Мы сейчас, каждый из нас, вот где-то там случаемся, свершаемся, бродим, сами для себя потерянные, одновременно всплываем вот в этом пространстве, которое, в том сообществе, в котором мы сейчас с вами находимся. И этим Киркебур интересен. Его работы — это философия и литература одновременно. Его тексты показывают, что сообщение — это некоторое, вот это его сообщение, которое одновременно становится нашим сообщением, да, его с читателями или, например, выступающими, со слушателями. Это действительно пространство сообщества. Здесь открывается поле для... Это определенный опыт сообщества. И только в этом поле происходят некоторые напряжения или же наоборот какие-то задухания, связанные с тем, что называется субъективация, осознание и так далее. Понимаете, куда я говорю? То есть тот вопрос, который вы задали, если вы его задали всерьез... Абсолютно. Мне действительно интересно, что... Ну так вот, если вы задали его всерьез, то это вы совершили такое философское святотанство. Да. Да, это неосознанно. Абсолютно осознанно. Вот. А если вы его задали не всерьез, то это уже горячее. Это... Если вы его задали как вопрос ироничный, то я вашу иронию поддержу. И тогда давайте общаться дальше. Давайте. Абсолютно. Абсолютно. А если... Извините, а мы могли бы... Да. Абсолютно. 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 Потому что, по-русски это настоящая шайка будет подписать труды и убивать. Ну, изначально это история сейчас уже про жаль, а теперь наверх по сути делал. То есть... писал её. Ну, то есть в философии вообще touched才. Мы знали в своей лекции про то, что Киркегор, сама форма изложения философии, была несколько инновационной по отношению к Канн, Канн, Декарн, которые были систематические, в систематической форме. И, в частности, то, что Киркегор является модерном системе, который пытается выйти и помыслить за пределами модерна. Я считаю, эта проблема может быть очень актуальна для Беларуси, поскольку я лично, как человек, который играет в украине интернета, чувствую себя очень комфортно в Беларуси. В западной философии очень редко упоминается Беларусь, но про Рожижек, в одной из специальных книг, он пишет, что Беларусь — это пример альтернативной модерности. Имеется в виду, что в Беларуси все институты стали старые, модерные, советские. Именно это не мешает существованию молодого мужчинка. И, в связи с моим вопросом, не считаете ли вы, что эта форма награды философской литературы и Киркегора может дать много для беларуського тепловарного пространства? Лично я немного комфортно участвую в советской академии, именно из такого консерватизма, именно закрытости. Мой текущий чувствительный фактор в Западе говорил про то, что в плане обсуждения после этой академии, в чем заключается ее закрытость, в том, что в Западной академии все что угодно может использоваться как предмет рефлексированного мышления, а у нас именно следовательной традиции очень важно. Это первый вопрос. Давайте мы не будем дальше уходить. Второй вопрос. Это по поводу того, что вы знали интервью, по поводу того, что Киркегора мало знают, что в Беларуси не включено в европейское и структуральное пространство. И вот как раз я попытаюсь короче, то есть вопрос связан с тем, что не кажется ли вам, что само европейское и структуральное пространство, я знаю очень много людей, не являясь такими коммагентами, как вы себе представили. Например, если в Европу нужно включить в Евросоюз, она станет частью пространства. Поскольку, допустим, я знаю, существует континентальная традиция, то есть французская и немецкая, существует аналитическое по стране с французскими странами, Англией, США. И, допустим, даже если европейские философы, считающиеся титанами, как мы проведем Беливар, выезжая в США, они там уже не считаются философами, они считаются литераторами, и они не работают в форме философских экспортаментов, а работают в экспортаментах. То есть, я имею в виду, в рамках Европы, то есть, мы сказали, что существует такого единственного, в плане того, что такое философия. Ну, первое, я думаю, да, со вторым сложнее. На первое я отвечу очень кратко, я просто хочу вернуться к этому сюжету собственной лекции. Да, вы совершенно правы, я старалась заострить те аспекты творчества, которые релевантны для современных обществ и нашего общества в том числе. И что касается нашего общества, то здесь очень важен вот тот ход, который сделал Вацлав Гаву. То есть, его понятие экзистенциальной революции, да, оно, на мой взгляд, чрезвычайно актуально для нашей страны. Экзистенциальная революция – это вот такой ход, практический, трансформационный, который осуществляет работу, вот в моей лекции, описанную под названием «Экзистенциальная реабилитация современности». То есть, это равноизначальная, совместная трансформация индивида и эпохи. То есть, вы вспомните, что Гаву формулировал свое понятие экзистенциальной революции как средство от преодоления авторитаризма, каких-то таких тотализирующих авторитарных структур, цементирующих социальных оборудов. Сюжет можно развивать дальше детальнее, но, мне кажется, в качестве такого света, краткого тезиса и ответа вполне достаточно. Что касается второго вопроса, я очевидно, не говорю. Я точню, что в самой Европе, то есть, свободское пространство, оно существует, допустим, кразитальная традиция, представленная Франция и Германия, существует аналитическая, кразитапская. И я говорю про то, что, когда сами европейские философы считают, что внутри Европы, ну, седанами, допустим, это Ливар и Жак-Террида, выезжают за пределы Европы, допустим, в США, то есть, тоже Первый мир, там они же не считаются философами. То есть, я имею в виду, вот, самый вопрос, когда вы говорите, что Беларусь, она включена в европейское интиментуальное пространство, то есть, ну, не знаю, вот не термоточник, то есть, если... Ну, конечно, конечно, разнообразно. Да, это так. Могу лишь подтвердить, что интиментуальная или философская боль не гомогенна. Да. Но плюральная. Должна быть включена это в экзентральную Европу или в какую-то другую традицию? Да. Какую есть Европа? Сама Европа, как бы, сама не является, тогда, одни Европа. То есть, есть очень много разных. Вот, включение вот в эту плюральную Европу. Спасибо. У меня, по походу, возникало очень много вопросов, и у меня, наверное, вы зацепили за последние. Когда вы говорите о внутренней роли философствования и той задачи, которую необходимо совершать, да, упоминаете правила, а в втором время упоминаете, ну, необходимость соответствовать эпохе, да, ну, то есть, включать на музыку эпохи. И вот, для меня, действительно, влияет вопросом, насколько мы можем говорить, что эпоха, в которую правила прозвуги, вот, для себя. Гава в условиях территоризма, но, тем не менее, там, несколько десятилетий назад. И сейчас, насколько это одна и та же эпоха, и действительно ли именно такой вызов, сегодня самый главный. Вопрос о возможности существования, возможности и смысла существования человека, при нем может быть некий иной вопрос. В этом смысле у меня есть, ну, скорее, другой вопрос, который мне кажется, сегодня и для Беларуси важнее – это возможности и смысл существования вместе. даже не одного, а вместе. Ну, вопрос, если есть, рассматривайте такой вопрос, то вот, о возможности рассматривать вот это, ну, переходящий, переходящий вложенный пол. Можем ли мы смотреть на сегодня Беларусь? Там нас смотрели 200 лет, 200 лет назад, 200 лет назад. Ну, здесь, насколько я поняла, я все-таки разделяю два аспекта, да, или два направления в вашем вопросе, то есть он для меня такой сложный. Но, во всяком случае, я хотела бы по-разному среагировать на то, что было сказано. Первое. Мне действительно кажется по-прежнему валидным, да, и актуальным тот анализ бытия субъекта, проблемного субъекта, который предложил Киркегор. И вот почему. То есть свидетельством того, что это значимо и актуально, для меня является столь распространенная в современной социально-теоретической и философской литературе схема проблематизации самости сегодня. Схема следующая. Проблема самости или трактовка самости сегодня осмысляется в двух категориях. С одной стороны, речь идет о фрагментированной самости, да, то есть мы все равно продолжаем проблематизировать все тот же вопрос. Точнее говоря, продолжаем осмыслять жизнь индивида современного с точки зрения озабоченности тем, как же быть самим собой, как же быть аутентичным. И исходя из этой озабоченности, формулируются теории фрагментирования самости. Потому что они имеют, заметьте, у разных авторов они имеют разный градус напряжения. Некоторые формулируют это в духе такой опасения, некоторые угрозы. Самость фрагментируется, нужно что-то делать. То есть это угрозы, действительно угрозы. Вот есть какая-то опознаваемая более-менее. А вот происходит фрагментация в контексте глобализующегося мира, то есть создаются такие сложные дифференциации в социальном поле, которые ведутся к фрагментированию самости. И какое есть ответное предложение спасения самости со стороны других авторов? Вот Макентайр и компания предлагают новый концепт восстановить самость. Это нарративная самость. Это та же самая логика. У нас есть опасность, есть угроза для утраты самости. И она формулируется, эта угроза, как фрагментирование самости. Могу лишь повторить, что осознание угрозы разное. У структуро-постструктуралистские авторы эмоции угрозы меньше. Это некоторая такая констатация и попытка это плюральное поле описывать с помощью новых понятий. У других авторов этот тон угрозы как-то отчетливый. Но важно то, что логика интерпретации бытия отдельного индивида остается та же. Во-первых, это фокус на индивиде. И во-вторых, это озабоченность вопросом тем, как же это быть самим собой. Именно в перспективе этого вопроса современный теоретический и социально-теоретический философский дискурс предлагают вот эту раскладку. Есть полюс распадения, фрагментирования вплоть до распадения, а есть полюс удержания самости благодаря нарративу. То есть философия работает, теоретики работают, жизнь усложняется, появляется новое понятие и новый анализ. Но логика остается та же. Это одна часть ответа. Вторая. Я совершенно соглашусь, я подхвачу, да. И переведение внимания на индивида, на сообщество, если я правильно убавлю выход в вашей мысли, это то. Ну, причем ведь сообщество, ведь важно как мыслить сообщество, да. Вот как мыслить сообщество после тоталитаризма, да. Как мыслить сообщество после или же вне каких-то авторитарных фиксаций. И это же тоже во многом, как мыслить сообщество после модера, если мы вписываем тоталитарные и авторитарные вот эти вот режимы именно в историю модера. Так вот, эту линию ваших размышлений я абсолютно подхватываю, хочу ее связать вот с тем комментарием, который предлагал мне. Вот вопрос молодого человека. Да, вопрос идет о сообществе, другое дело, как его мыслить, да. Как мыслить сообщество и каким образом тогда должен быть переосмыслен опыт отдельного человека. Все получается, он должен быть переосмыслен предположительно, да. В терминах какой-то причастности, соучастия. Но это все слова знакомы. Можно быть членом партии, частью партии и так далее. То есть мы пока еще ничего не говорим такого, что даже хотя бы немножко намекнуло на то, что мы вышли за рамки модерна. То есть я поддерживаю этот ход. И самое главное тебе, и это был основной, да, вызов вот в заключительной части лекции. Самое главное вот в этом притязании, как надо начать мыслить, мыслить, мыслить заново, мыслить по-другому. Вот. Потому что в этом вот контексте было, чем я с самого начала думала и ловила себя на мысли. Каждый раз, то есть за каждым тезисом, о том, о вопросах актуальности сегодня, нужно обращение, ну, кроме культуры и не эстетической обращения к дирекуру. И у нас есть вопрос, который регулярно поднимается, особенно в последнее время, зачем философия нужна практичность философии и так далее, да. И вот, когда вы рассказываете о методе, о методе провокации, втягивания, да, я понимаю, ну, вот, в таком рассуждении я понимаю, зачем и как может быть нужно философствование с элементом мира, да, как подталкивание, как втягивание. Вопрос, насколько отличает на сегодняшний день наше, ну, пространство философское мыслящее, вот этой способности втягивать, подталкивать, провоцировать. Ну, как бы, это такой очень вдохновляющий пример того, как вырастали в методе, да, и насколько он сегодня представлен среди философствующих публики, общественности. Может быть, в этом как раз актуальность этой лекции? Ну да, такой вот способ работы, он уникален, хотя, безусловно, Киргегор здесь не единственный, то есть, возьмем там уже Ницше, и его способ работы подводит нас к вопросу о том, к необходимости пересмотра вопроса о том, например, какую роль играет литература, да, вообще образное слово в социальном, ну, и в широком смысле политическом уровне. Ну, то есть, тоже был некоторый такой, ну, как я это поняла, слишком буквальная, что ли, формулировка, ну, наверное, в Беларуси нету Киргегорова, но мы говорим о гении своего рода, то есть, это некоторые такие ориентиры, да, рефлексии, работы и так далее. Речь, скорее, идет о том, чтобы, ну, вот, подхватив, что ли, все импульсы, которые содержатся в его мышлении и те идеи соответствующим образом, ну, то есть, если мы их разделяем, да, если мы их понимаем и разделяем, то, соответственно, этому можно делать и какие-то выводы для собственной включенности работы в том поле, в котором каждый из нас находится. Ну, извините, я в том числе, если бы мне как раз вопрос, вот, я еще что-то восхимулировал, да, вот, мне кажется, что, как раз таки, сама формула изложения таких белородов, да, философских, да, она, как раз таки, может дать ответ на то, как именно предлечь эти датаритарные, ну, остатки, оставшиеся в Беларуси, да, поскольку, я же говорю, то есть, по-моему, то есть, опыту, там, то, что предлагают, допустим, даже, ну, оставшиеся, там, академисты в Беларуси, да, то есть, формы академии, да, вот, нахожусь, скорее бы, стало препятствовать, ну, по-моему, как бы, ну, чтобы, ну, поблагодарить нам людей в лес, это просто естественно до того, каком образом, вот его существуют союзнисути, да, вот эти, в СССР, и странно справишься, они, в течение, скорее, мешают молодым людям, Я в этом плане могу подхватить и сказать, что я готова подхватить, что действительно проект экзистенциальной революции это то, что актуально для белорусского общества. Вот мы сегодня в завершении говорили о том, что необходимо выходить за рамки парадигмы модерна. Но обратите внимание, ведь не совершенно не случайно новые усилия, связанные с этой попыткой выйти мыслительно за рамки модерна, они принадлежат не этому пространству, и не России, и не Украине. Это не случайно. Это западная теоретика. Бахтин такой самый западный из самых восточноевропейских интеллектуалов. Это объясняется, то есть всему есть социально-историческое объяснение. Отвечу на вашу тонкую правильность, точное замечание. Почему я говорю, Бахтин самый западный из самых восточных европейских интеллектуалов. Бахтин как автор, как философский автор, рос на западных текстах, в том числе и на Киркегоре. Ключевые философские работы Бахтина написаны в связи с такой очень глубокой рецепцией двух традиций. Неокантиянство и Киркегор. Ну еще бы, конечно, марксизм, в котором он сидел, ранний советский марксизм. То есть он в этом смысле идейно-западный мыслитель. То есть он артикулировал, формулировал свои идеи, питаясь отсюда. Неокантиянство плюс Киркегор плюс молодой советский марксизм. А вот. Ну, я что-то другого. Ну да, на то есть, конечно, и различия в модернах. И что то, что сегодня попытки выйти за рамки модерна предлагаются в тех обществах, где нет авторитаризма, это совершенно закономерно. И в этом плане экзистенциальная реабилитация современности, экзистенциальная революция, то есть та схема, которую и та провокация, которую как автор формулировал и пытался осуществить Киркегор, она для нас чрезвычайно актуальна. Она нам соразмерна. Понимаете? Это то, что соразмерна нашему человеку в нашем времени и в нашем обществе. Ну, вот в этом сцеплении индивидуального и социального, о котором шла. И вот, еще раз возвращаясь, Татьяна, к вашему вопросу. Мне кажется, здесь сразу же не сориентироваться. Но мне кажется, это вот ваш вопрос как раз, вот ваш вопрос и вот это формулирование соразменности, да, Киркегора, его наследия нашей ситуации, они позволяют нам выйти на вопрос актуальности гуманитарной рефлексии в современном Беларуси. Понимаете? Вот то, о чем как-то идет речь, может быть, в более широком контексте, уже не обязательно с приятелом Киркегора. Вот поле культуры нашей страны должно быть, ну, как-то более интенсивно, да, наполнено вот теми усилиями, рефлексивно-литературно-философскими, которые и есть знаки формирования сообщества. Если это формулируется в задачи такого, в режиме, пока еще скорее, ну, некоторые задачи, нежели осуществленности, ну, так это, что бы то удивить? Ну, вы хотите пояснить по поводу Гортина, да? Татьяна, наверное, дала пояснение по поводу Гортина? Татьяна, наверное, дала пояснение по поводу Гортина. И, может быть, мы это как-то переведем, потому неформально. Ну, если вы можете пройти и вечно... Очень аккуратно, я имею в виду. Если молодого учета было достаточно, то давайте на этом пока это так закончим. Хорошо? Ваш вопрос. Ну, прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за очень интересную лекцию. Вы произнесли столько таких умных слов, что я боюсь, что многие из нас не заснули сегодня ночью, размышляя над этими терминами. Вопрос состоит в следующем. Что вы должны услышать о том, каким образом существующие институциональные структуры нашего общества, как государств, религия, церковь, советы, молодежные организации, должны провоцировать это экзистенциональное потрясение в индивидуумах Беларуси. И наоборот, каким образом эти индивидуумы, часть из которых здесь сидит, в этом зале, должны влиять своими экзистенциональными потрясениями на эти институциональные структуры. Давайте столбик дойдем. Боюсь, что те институции, которые вы назвали, не могут. Не могут. Почему? А почему они не могут, так сказать, стимулировать эти экзистенциональные потрясения? Ну, потому что они выполняют совсем другие функции в социальном поле. А именно они скорее блокируют возможность такого... То есть вы отрицаете возможность позитивных устремлений этих институциональных... Абстрактно нет. Но это вопрос как раз о том, как формируется социальная институция. Вопрос о том, чем может быть социальный институт. Здесь из современных авторов очень так созвучно Киркефору мыслит такой социальный философ, как Корнелиус Кастериадис. Вот его работа «Воображаемое установление общества...» «Воображаемое общество...» Она есть на русском переводе «Воображаемое установление...» Почему я даже не институция? Ну вот, извините, что не вытащилось название, но легко найдете. Она... Вот в этой работе Кастериадис пытается развернуть просто на таком современном языке и из своей перспективы, в сущности, ту же интуицию, которая была и у Киркефора. А именно, развернуть проект переустановления социальных институций из перспективы трансформации и такого рефлексивного накала отдельных индивидов. Ну, то есть в этом смысле он, получается, все еще в рамках модерна. Но это вот, возвращаясь к вашему вопросу, важный текст в плане того, что все зависит от того, как мы мыслим институт. И как мысли, не просто как мысли, мыслить можно как угодно, но как они формируются, как они осуществуют, как они работают, да? Как они складываются. В этом смысле для меня есть напряжение между понятиями институция и сообщество. Вот в зазоре между двумя этими терминами, двумя этими обозначениями, институт и сообщество, и в несовпадении института и сообщества, ну так на входе, что называется, и должна развиваться проблематизация института. Нынешние институты не являются вот тем типом сообществ, которые в состоянии соответствовать вот той самой регулятивной идее аутентичности, которая может прокладаться в деле. Ясно. Значит, вы отрицали возможность их позитивного влияния, и нам придется порадоваться самим, так сказать, в поисках своей самости. Нет, вот это не так. Вы решили сделать эти институции? Все за... Скорее, если вы хотите такой практический... Да-да-да, я хочу, чтобы вы какие-то практические выводы сделаете. Практический вывод заключается в том, что требуется реформирование институциональной жизни. Ну это, можно так сказать, общий рецепт. Вот как это? Как это? Это уже другой вопрос. Это из-за нам в ней. Это векция. Это не так просто тоже. А что, тогда философы между собой будут только дискутировать? Нет, я думаю, что философы... Образованные люди. Речь не о философах идет, а о образованных людях. И речь идет о том, что через высказывания литературного, интеллектуального, философского, гуманитарного тока, через них может формироваться то самое сообщество, которое в состоянии задавать импульсы. И какие-то практические рецепты, в том числе формулировать для реформирования институциональной жизни. Хорошо. Спасибо. Да. Мы еще не хотим сказать вопросов или комиссии. Что еще, может быть, у вас будут какие-то комиссии? Кого? Кабинет? Нет, Михаил Асанович. Кузовик. Кузовик. Можете взять что-то есть? Давай. Я спросил несколько минуты перед, и я бы, может быть, такой вопрос общего у них плана. Исходя из, в общем, туража сегодня, вы принесли портрет Киркегора. Это, как я понимаю, классический модерн, да? Как вы его за вашей спиной все время как он красовался. Вокруг это то, что вы назвали, я так понимаю, ботоклассическим модерном. Задача поиска самости. Какие-то ориентиры. У Киркегора это был классический модерн, который довольно обозрим. Ну, модерн хорошо. Ну, у него был Кант и Геккин. А в смысле реакции на классический модерн, да? То есть, то, что было понятно. То, где можно было проследить какие-то векторы, вот центробежные силы. То, где были очерчены какие-то направления, да? Валевые точки хотя бы, которые можно было бы давить и бить в поисках вот этой самой степени. Теперь, вот из той картины, да, как можно выйти? Куда идти, когда направление совершенно непонятное? Когда его вообще невозможно никак обозначить, нащупать нигде? Когда вот этот мир, о котором вы говорите, да, он абсолютно дефрагментирован. Ну, я боюсь, здесь какое-то произошло недоразумение, потому что Киркегора как раз не было. В тому понимании самости, которую он хотел транслировать, этой самости не на что опираться. И Кант в этом смысле как раз не опора. Кант это фигура, которая... Да, я не знаю, что я ничего. Но в поиске или самости, вот для Киркегора было от чего оттолкнуться, к чему протестовать. То есть хотя бы негативный вот такой вот источник движения, он был обозначен. Точка опоры была, так, на которую беремся, перевернуть мир можно. Вы имеете в виду, от чего нам оттолкнуться, чтобы двигаться дальше? Чтобы выходить из-за модерна, да. Например, от Киркегора. Киркегор оттолкнулся от Канта. Я сейчас размышляю на вашем языке. Если вам нужно... Если вы ставите вопрос, от кого вам оттолкнуться, то заключительная часть моей лекции как раз в том и заключает. И в том и состояло. Что Киркегор подводит нас. Он додумывает логику модерна до критического конца. И так, ясно намекает, да. Намек, конечно, берем слово сабочек. Указывает на необходимость выхода за рамки модерна. И нам нужно оттолкнуться от Киркегора в том плане, что логика бытия самости предложена им. Если мы в ней остаемся, то, например, как в социальной теоретике, мы просто... Если мы остаемся в рамках вот этого имманентной системы, да, если мы мыслим имманентно этой логике, то все, что нам остается, это предлагать всю новую и новую рафинированную критику взаимообусловленности нашего экзистенциального страха и тех социальных механизмов, которые предлагает наша с вами современность. Ну, то есть, это, знаете, такое высокоинтеллектуальное ковыряние в рамках. И мы можем... То есть, это может продолжаться до бесконечности. И это может... Это требует действительно очень таких образованности философского инструментария или социально-теоретического. Эти анализы интересны, продуктивны. Во всяком случае, продуктивны, потому что они тоже ведь подталкивают. То есть, они задают критический мэрхаз. Вот этого модера, состояния человека, вот этого постклассического, позднего модерна, такого рода, что отсюда может быть задан некоторый импульс, во всяком, как минимум, нужда. Да? Отсюда задается некоторая нужда, некоторый поиск, некоторая обращенность к чему-то другому. к другому, к тому, что находится за рамками этой луны. Я понимаю, что то, что Лидия Мсталин называла длинный джет без конца. Если у кого-то остались вопросы, то я бы предпочла, чтобы они остались сейчас подвешенными. Татьяна, я благодарю вас, в первую очередь, сейчас, наверное, за опыт переживания вашей лекции, потому что на протяжении, вот, я вводила себя на том, что у меня придаются вопросы, которые в следующую минуту как-то переформируются, либо от которых я отказываюсь. И вот это побуждение к такой вот мысли, ну, вот, это было потрясающе. И я думаю, что не только я уйду с этой лекции со многими вопросами, которые требуют ответов. И стоит только пожелать, чтобы мы не впали в отчаяние и не романули себя, вот, каким-то успокоившись, как вот это говорили, дитации, а что все-таки искали ответы на эти вопросы. Огромное вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...